Добрый день! Хотел рассказать про березу. На какое расстояние высаживать растения возле больших крупномеров берез. Вот как это сейчас я вам показываю. Под полгом березы не растет ни газон. Видите какой плохой газон? Или там он зеленый, или здесь. Корневая система березы очень сильно высасывает влагу, поэтому возле березы ничего не растет. Ни газон, ни растения. Растения могут расти, но очень медленно будут расти. Это вот березы около 40 до 50 лет взросло. То есть хотите посадить его на своем участке рядом возле березы, очень плохо будут расти. Поэтому лучше конечно избавиться таких крупномеров. Тем более березы недолговечные. Они живут 50 лет и обычно как определяют. Если смотрите на макушку березы, если сухая летом, то говорит о том, что сердцевина гнилая. И может упасть сухая. Вон как есть он. Сухой может сук упасть. Как их называют глухарь. Поэтому надо быть внимательным, если вот такие вот у вас березы растут на вашем участке. И посмотрите. Есть ли такие сухие у вас макушки или нет? Тут плохо видно. Корни, корни. Длина корней у таких берез может достигать от 20 до 50 метров. То есть один корень здоровый. Видите? У них поверстывается корневая система. И пошел, пошел. Вон, да, вон. Растение можно высаживать на расстоянии около от 5 до 10 метров. Вот, например, я вам показывал ель. Видите, какой маленький прирост у ели. Одинакового возраста и одинакового размера у ели. Ели вот здесь, вот рядом, какой прирост. Видите? 20 сантиметров. Да, где-то по 20 сантиметров. Здесь 10-20 сантиметров. Видите? Есть разница. Та же яблоня. Желательно яблоню высаживать дички и плодовые яблони. Расстояние от березы это минимум 5 метров. Тогда она будет у вас более-менее расти. Та же и хвойники, туи. Туи и так медленно растущие. Но если они рядом будут возле березы расти, то очень медленно будут расти. На примере вот, даже вот здесь вот. Видите, какие-то низкие. Или там высокие, в тех краях, подальше березы. Или здесь. Уже и подкармливали, поливали и очень медленно растут. И бедные, прямо видно, что бедная почва. Также можжевильники тоже. И роза, и черемуха. Все надо растения высаживать. Расстояние минимум от 5 метров от этой березы. Некоторые делают, стелят материал. Акрил или как его там. Вот. И сверху засыпают землю. Но я вам хочу сказать, на своем опыте я уже видел, что корни березы даже вверх начинают расти через акрил. Материал покровный. Видите, медленно растет береза, эээ, эта ель. То есть как сидела уже несколько лет, он сидит и не растет. Также вот мы же ельники. Туи. Если у вас газон посеян, таких вот, таких берез, то естественно надо каждый год подсеять, подсевать и поливать полив, обильный полив. Поэтому, когда у вас такие березы, будьте внимательны. Я видел, как вот макушки без ветра, макушки сухие, макушки падают на землю. И это очень опасно. Хотя березовая ветроустойчивая, но если подгнившая сердцевина, обычно ломают ее посередине дерева, ствола. Также можно признак, если грибок на дереве растет. Это говорит о том, что сердцеина уже гнилая. Здесь два вида берез. Есть плакучая, есть пушистая. Но это плакучая береза, обычно распространена в всей России. Если у вас посажены растения возле березы, то желательно, конечно, подкармить весеннюю подкормку. Это более дает эффект. Также и осенние. Ну, естественно, летом такие растения, которые рядом возле березы, надо эмульчировать, взрыхлять. И хороший субстрат земли, это земля, перемешка древесной золой. То есть пол лопаты древесной золы, лопату земли, пол лопаты древесной золы, пол лопаты песочка. Все это перемешивается и подсыпается под низ. Все это взрыхляется. Тогда будет какой-то эффект. Ну и естественно полив. Если в жаркую погоду вы не будете поливать, которая рядом росла с березой, то стене может погибнуть. Особенно это хвойников. Протуи, особенно туи, ели, сосна обыкновенная, кедр сибирский. Но кедр еще может, если кедр как бы более устойчивый, могут как бы выдержать засуху. Но процентов 20, что могут сохранить в такую шару. А основа может погибнуть. Поэтому на таком участке берез желательно избавляться. Если хотите конечно ландшафт, природу, то пожалуйста березу оставляйте, пускай растут. Пока молодые березы, не страшно. То есть если они высота где-то до двух-трех метров береза, то как бы рядом растения могут расти. И еще слабая корневая система. А вот когда вот такие, вот какие-то от 40 до 50 лет, то тут конечно уже... Ну и яблони тоже следите за яблони, которые рядом ближе с березой. Чаще надо взрыхлять, поливать, обрабатывать. Вот рядом сосна тут растет, долгожитий. Вот он гухарь. Видите сухая? Вот она дерево, ветка сухая. Как бы сосны тоже желательно, если у вас сосна растут, желательно убирать. Вот. Вон еще у нас сухая. Но это тоже сосне около где-то от 70 до 100 лет. Потому что диаметр очень большой. Видите, как ветка согнулась. Красиво смотрится. Если в композиции сосна выше растет, а береза ниже, то это нормально. Если береза выше, до двух метров, а сосна где-то меньше метра, то естественно береза задает ее. Сосна и береза быстрорастущие деревья. Сейчас середина сентября. Вот эти пожелтения хвои, это считается нормально. Это старая хвоя отмирает. Сосна и береза сушумом сухойsal. На everyвесная хвоя отмирает. Повторяем, если вам понадобится, то я стою. Продолжение следует...